Рак молочной железы не приговор, если вовремя о нем узнать. Для того, чтобы эту истину осознало как можно больше людей, Всемирная организация здравоохранения учредила День борьбы с этим недугом. Он отмечается ежегодно 23 сентября. Как диагностируют и лечат самое распространенное злокачественное заболевание у женщин, узнала Луиза Егиазарян. Обычный плановый осмотр у врача обернулся для Раисы Пахалиной неожиданностью. УЗИ молочных желез выявила патологию. Чуть позже выяснилось, это рак. У меня даже вообще не было в голове этого, что у меня, это же далеко. Рак это где-то там, а я здесь. Самая начальная стадия. Поэтому должно быть все хорошо. При начальной стадии шансы на полное выздоровление без хирургического вмешательства вырастают в разы. Пенсионерка Вера Бушуева никогда не проходила диспансеризацию. От слишком поздно выявленной опухоли удалось избавиться только с помощью операции. Операция прошла успешно. Самочувствие очень даже неплохое. Надо было раньше. Мы боимся. Бояться нельзя. Сейчас я это понимаю, к сожалению. Риск заболеть раком груди увеличивается с возрастом. Внимательнее относиться к собственному здоровью женщине следует после 40 лет. Обследоваться на маммографе необходимо раз в два года, а после 50 и вовсе каждый год. Благодаря этому исследованию мы можем выявить на самых ранних только этапах зарождение каких-то опухолей, изменений. Мы можем дать заключение о том, что есть какие-то изменения и уже не отпустить женщину в никуда, а отправить ее к узкому специалисту, чтобы она дообследовалась при необходимости и получила вовремя лечение. Потому что рак молочной железы не дремлет, к сожалению. Но наука тоже не дремлет. В арсенале врачей-онкологов появляются современные препараты, которые помогают бороться с раком молочной железы. В настоящее время при четвертой стадии заболевания тоже мы можем предложить различные варианты лечения. Это и химиотерапия, и лучевая терапия, и таргентная терапия. Прогресс есть. Я думаю, что прогресс и дальше будет. На сегодняшний день больницы и поликлиники городского округа Люберцы обеспечены всем необходимым, как для диагностики, так и для лечения этого недуга. Мы имеем в наличии, что не каждая клиника на сегодняшний день имеет, это дистанционную лучевую терапию, что позволяет нам выполнять полный комплекс лечения рака молочной железы, куда входит и хирургическое лечение, и химиотерапия, и дистанционная лучевая терапия. От рака молочной железы, к сожалению, не застрахована ни одна женщина. Единственный способ уберечь себя от тяжелых последствий – не откладывать плановую диспансеризацию на потом, даже если ничего не беспокоит. Это как раз тот случай, когда ваше здоровье находится в ваших руках.